Всем привет! Это обзор старых вагонов московского метро с Игорем Абросимовым. И я, Игорь Абросимов. Вы на канале Блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь, у меня тут рассказы про городской транспорт и поезда. Очень интересно. Сделайте так, чтобы эта большая красная кнопка стала серой. Включите уведомления, напишите комментарий под видео и обязательно поставьте, пожалуйста, лайк. А мы начинаем! Я долго думал, на что же похожа вот эта красная-желтая штуковина. То ли это номерной с его фарми 222, то ли это еж с торцевой дверью. Но в итоге я умело открыл Википедию и понял, что все-таки это номерной. Это называется VECO 001, контактный аккумуляторный электровоз. Это вагон, сделанный на базе номерного. Однако у него есть, как и в ежах, передняя дверь. Эта штука предназначается для выполнения маневровых работ. Она способна ездить бесконтактной рельсой, потому что у нее салон забит аккумуляторами. Также интересно, что у этого вагона есть автосцепка СА-3, железнодорожная, которая, возможно, использовалась для того, чтобы с помощью этого вагона загонять какие-то железнодорожные вагоны на территорию метродепо. В Москве эти вагоны не прижились. И остался только вот этот экземпляр, который долгое время хранился в депо Калужское. После чего его использовали в качестве музейного экспоната. Однако в Санкт-Петербурге довольно много таких или подобных контактно-аккумуляторных электровозов. Пишите в комментариях, как вы считаете, почему в Москве такая техника не прижилась. Этот большой, красивый красный вагон называется ОМ-5. Его номер 806. Чем он отличается от вагонов типа D, я лично понятия не имею. Эти вагоны выпускались с 1955 по 1963 год. И в Москве в пассажирской работе они эксплуатировались до 1995 года. Данный экземпляр работал до середины 2000-х годов в качестве путьизмерителя. Посмотрите на этот крутецкий вагон. Какой он красный, какие у него классные деревянные рукоятки. Какие у него хромированные фары, их хромированные окантовки красных огней. Поскольку этот вагон ездил в середине путиизмерительного поезда, в нем нет кабинного управления. Так же, как в нем и нет пассажирского салона, потому что его место заняло оборудование, предназначенное для измерения путей. Логично же, это путьизмеритель. Этот синий красавчик за моей спиной вагон типа E. Настоящая легенда. Они строились с 1963 по 1969 год. И в Москве эксплуатировались до 2008 года. Причем конкретно этот вагон под номером 3605 и стал последним вагоном Москвы. Вы даже представить себе не можете, какая огромная толпа метрофанатов, включая меня, отправилась фотографировать его в феврале далекого 2008 года. Видео о том, как это было, вы можете посмотреть в моей группе ВКонтакте на вкладке VK Donut. Стоимость подписки 50 рублей в месяц. Давайте коротко пробежимся по отличиям этой серии от более поздних EG и E-M. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, оконная рама, у которой есть вертикальная перекладина. В отличие от всех остальных вагонов метро, здесь отсутствует заднее окошко. И там расположено так называемое сидение на полнора человека. Следующие два вагона практически не отличаются. Это D и G. А вы увидели отличие? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Этот улыбающийся вагончик носит обозначение G. Они строились с 1939 по 1955 год и эксплуатировались в Москве до 1983 года. Отличаются от более поздней модификации D наличием вот этого веселого бампера. А также у этого вагона должна быть другая сцепка. Ему поменяли сцепку, чтобы можно было перегонять в составе с другими вагонами. Характерные особенности вагонов серии G и D это вот эти лобовые окна, которые имеют скосы к низу. Смотрятся довольно стильно, даже по меркам тех времен, когда их строили. Довольно интересно здесь устроены форточки. Здесь по факту нет форточек, а стекла открываются с помощью вот этих рукояток. Кстати, еще одно отличие, которое мне удалось найти помимо бампера и автосцепки, это сидушки. Дело в том, что в вагоне серии D сиденья разбито по одному месту, а здесь они как в номерных, на два и на одного человека. Надеюсь, я понятно объяснил. А если вы ничего не поняли, то просто посмотрите на видео. Вагоны серии D исчезли из Москвы в 1995 году, когда я был еще четырехлетней малявкой. К сожалению, можно сказать, я их не застал. Зато вот сохранился этот вагон, что довольно неплохо. Также вагон серии D можно увидеть в Новосибирском музее железнодорожного транспорта. Важная общая черта всех старых вагонов, как то G, D, E, это отделка салона, выполненная так называемым линкрустом. Это что-то вроде крашенных обоев. К сожалению, в этих музейных вагонах оригинальный линкруст не сохранился. Здесь его заменили пластиком, который отдаленно напоминает линкруст. Я, как человек, который видел настоящий линкруст, официально заявляю, это подделка. И вообще у метрофанатов ужасно бомбит от того, что здесь неподлинный салон. Но нормы пожарной безопасности сыграли злую шутку с этими вагонами. Спасибо, что хотя бы так оставили. К сожалению, в этой экспозиции представлены не все исторические вагоны. В частности, отсутствуют вагоны серии A и V. Но даже полюбовавшись на эту коллекцию, можно сложить себе впечатление о том, как выглядели советские вагоны метро, которых уже не осталось на маршрутах. Московскому метро сегодня исполнилось 87 лет. Кстати, кроме этой выставки проводился еще парад поездов на кольцевой линии. Но, к сожалению, мне не удалось на него попасть. Да, в принципе, там не было ничего интересного. Все то же самое. Только исключили поезд Яуза. В сегодняшнем параде участвовал Ёж-3, номерной в окраске московского транспорта, Русич, 760-й, Москва и Москва-2020. В принципе, ничего интересного. Все эти поезда можно встретить в обычный день на линиях московского метро. Я поймал для вас целого Егора. И он сейчас расскажет вам, какой вагон ему понравился больше всего и поделится впечатлениями. Егор, какой из этих чудесных вагонов нравится тебе больше всего? Мне больше всего понравился вагон ТПГ. Мне нравится у вагона ТПГ его бампер. Он как будто улыбается людям. Почему-то вдруг такой проснулся. Я же люблю вагоны метро. Я должен их фоткать. Ну или как-то так. Расскажи, как ты пришел к такому? Ну, это началось с двух лет. Мне мама маленького на ноутбуке включила поезда. Просто посмотреть. И я начала целовать ноутбук. У меня даже остались видеозаписи. Просто это было очень забавно. И с тех пор у меня пришла сюда любовь к транспорту. Абсолютно ко всему. Будь то водный транспорт, самолеты, поезда, любые. То есть ты любишь весь транспорт, не только метрошки? Все тебе интересно? Не только. Тролейбусы, водоплавающие вот эти все. Абсолютно все. Супер. Пожелай что-нибудь зрителям. И передай привет кому-нибудь. Передаю привет всем подписчикам канала Блок ЖД Фотографа. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал СЭП МТ ПАК. Игорь оставит ссылку в описании. Вот такие вот люди у нас в нашем транспортном сообществе. Присоединяйтесь и вы. У нас весело. А на этом у меня все. С вами был Игорь Абросимов и канал Блок ЖД Фотографа. Подписывайтесь. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Посмотрите вот эти видосы. До новых встреч. Спасибо за просмотр. И с днем рождения, Московское метро.